их них out друзья я еще не начинал материться это привет по-китайски ну что за хоздец где обещанный дождь фетель подъед подъехал почти если бы не кими педагога им надо по гоночной тактике даня сошел заехал в карман свой и встал вот же супер старту тапкина была из конца на подиум приехал 5 везет же некоторым квять я с них иногда худею честное слово вам нужен сайт сделайте его сами создайте ваш сайт на викс и он будет выглядеть великолепно викс интуитивный конструктор который позволит создать сайт под ваши задачи измените текст выберите подходящий фон добавьте фотогалерею теперь у вас есть профессиональный сайт который выглядит потрясающе и полностью адаптирован под мобильные устройства создайте ваш уникальный сайт сегодня это просто и бесплатно там еще понял при годовой подписке 3000 на рекламу в яндексе дают и на год домен бесплатный чё видел ну кто что реклама не видел ни хао хосинь сяо короче привет друзья с вами самый адекватный обзор гран-при формулы 1 самые слики сегодня скажу и вам нам есть что обзирать если честно где-то глубоко в душе приходит осознание что гонка в китае стала каким-то переломным моментом она была необычной не сказать что там феерия какая-то еще что-то но знаете есть такое что-то на подкорке сознания и уже потом пересматривая запись гонки чтобы посмотреть все то что нам не показали на матч тв я кажется понял в чем дело 90 вернулись не в том плане что раньше было лучше а сейчас нет в китае верят в духов и похоже на то что автогоночные духи формулы 1 просыпаются как и предполагалось широкие шины не дают права на ошибку сразу же машину вертит и стена рядом обгоны о них поговорим попозже и интрига интрига борьбы представителей двух разных команд может я и рано начинаю об этом говорить но мне кажется что все именно так было и времена возвращаются добро пожаловать в будущее назад в будущее ну и раз уж мы заговорили о судьбах формулы 1 то пятый минус у нас будет немного риторический пятница я вовсе не намерен критиковать китайцев погода есть погода хотя тоже китайцы молодцы он мы помнишь на шашлыки поехали душ какой фигану у нас это как-то не остановило впрочем безопасность есть безопасность это понять можно но знаете что нам эта пятница показала да то что она нахер не нужна вот серьезно давайте сейчас поговорим откровенно есть такой шанс когда у нас последний раз практически полностью отменялись заезды в пятницу да и никогда а тут мы с вами экспериментальным путем смогли проверить и убедиться что команды спокойненько могут проехать тренировочку в субботу и приступать квалификации ну нахрена скажите вставать в четыре утра в пятницу даже днем на работе тариться от всех делать вид что у вас диарея закрываться в туалете смотреть гонки ну кто так делал реально никто ну и ладно в любом случае пятница это день когда подготовиться гонка нужно нам болельщиков отдайте ее молодежным сериям пусть там будут тренировки квалификации может быть даже гоночку какую-нибудь проведут а пилоты и первой формулы могут заняться чем-то более интересным впрочем об этом поговорим через пару недель у нас будет много времени для общения и там я не стесняюсь выражениях расскажу вам о том чем можно заниматься в пятницу лежа в кровати в четыре утра на четвертом месте команда от которой уже начинает слегка подгорать команда которая в отличие от всей формулы 1 в 90-е не вернулась а осталось своих убогих двухтысячных вилки братцы легендарная команда легендарного фрэнка вильямса с мощным титульным спонсором с огромным штатом бюджету не кстати мне как-то попадалось статья там 3 или 4 так какого хаса мы ведь этот регресс уже не первый год видим ну удалось им сделать удачное шасси в четырнадцатом ботов там даже чуть в россии по позицию не взял масса по-моему да стартовал же с пола в четырнадцатом дальше что пошло не так что мешает развивать машину при наличии чемпионского двигателя неплохих пилотов ну или в общем на вкус и цвет а тут на тебе конечно строл не виноват но кто вспомнит этого переца через полгода я всегда об этом говорю мы будем помнить только то что строл вылетел в гравий в китае вот увидите а масяня в австралии видать на радостях проехал нормально но тут в китае и он просто тошнил позади всех что он есть что его нет вирус ботаса что ли подхватил у меня иногда закрадывается вопрос вот они всегда хотят иметь какого-то опытного пилота чтобы тот помогал развиваться команде цук но если твоя команда три года уже нихрена не развивается значит этот опытный пилот нихрена не работает значит как бы нахрен вы его звали с пенсии смотрел бы с розбергом по телеку гонки вы извините меня за эмоции но в китае видим спрос разочаровал какой тут четвертое место какой там реванш у форс индии один едет по принципу бей посуду я плачу второй по принципу отдыхайте гости за все уплачено деньги 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 даже они не помогают вильямсу кто кто поможет вильямсу о духе формулы 1 болельщики то хоть у этой команды остались ребят держитесь маклареновцы вон уже который год держится на третьем месте еще один неоднозначный случай и связан он с пилотом мерседеса нико ботасом я не собираюсь его осуждать за этот разворот можем вспомнить култер да который на прогревочном круге разбил свой вильямс виталика петрова кажется в спа он рено расфигачил да и в этой гонке тапок следуя за пискаром два раза чуть было не разворачивался один раз прям вот вот точно там если бы не бэнкинг то недоумение вызывает моментально обрушившиеся цунами оно больше характерно для японии а не для китая вот я и думаю из чего бы такое впечатление что весь мир формулы 1 стоял над ботасом как сережа сироткин стоит над палмером и ждал когда тот оступится до скрина такой прессинг ребят на что вы надеялись на что надеялся сам ботас пришел в команду на условиях вальтерикелы вальтерикелы и будет но ежу же понятно что если он будет ехать первым он обязательно отдаст победу хэму так что его задача тупо придерживать райканина а это последнее время сделать несложно как вы знаете конечно ботас не ферстапин и сдерживает как может и я иногда и не может ну вот так вот хотите верьте хотите нет но я в этой ситуации на стороне ботаса да он скучный да он незаметный да он не сказать что второй сена но он не сливает квалификации тысячная до феттеля и неплохо прикрывает тылы вспомните хотя бы австралия там он эти тылы за малым не вздернул так тупо мудал конечно и не смейте мне увольнять из формулы 1 человека которого в ней нет но это для тех кто в теме ну правда ребят сразу все заговорили о том что на следующий год мерседесе поедет алонсо а вы спросили у самого лонсо или у мерседеса они этого хотят алонсо и хэмильтон верните мне мой 2007 ну что за бред команду полностью устраивает схема дон кихот и санчо панца зачем им два дон кихота формуле 1 это добру не приводит горяченькие минусы сегодня получаются ну куда деваться антошка антошка тили тили троллевали поворот мы проходили заубер мы разбивали твою ж мать перехвалили может конечно сережка сироткин дал свою куклу вуду погонять верляйну это значит такой сидит пусть у него будет карьера как у меня и джувинация в том же самом повороте на той же самой лужи в стену но не мистика тут ни при чем оба вылета легко объяснимы авария в гонке была типичной ошибкой я не знаю почему верля не рассказал джувинация об этом приколе стартовой прямой если они вообще разговаривают друг с другом но в квалификации широкие шины господа привыкайте в 90-х так было часто теперь же атаковать надо в повороте понимаете искать предел этих шим вспомнить и сену каждый поворот ты проходишь пока не дойдешь предел а как только ты переходишь эту границу вот это тот максимум на котором надо ехать каждый круг а если ты пойдешь чуть дальше то разобьешься вот чуть дальше джувинации зашел похвальное конечно стремление но блин я не думаю что в заубере это простят я не думаю что за это погладят по головке в феррари единственная тактика для джувинации это при встрече в бахрейне с верляйном крепко-крепко его обнимать чтобы шея заболела снова формула 1 такая формула 1 возвели чувака до небес но в этот раз не то чтобы скинули в топтали в грязь но я боюсь другого про антонио просто забудут но был и был чет я луку бадуэра вспомнил ну и первое место тут опять же мне сильно пригодится ваше полное понимание никого не хочу ругать никого не хочу ненавидеть мы всех этих пилотов глубоко уважаем и любим а уж этого так особенно кимыч райкин ты наш стареющий ворчун вот правда заметили он из такого брутального немногословного парня превращается ворчащего старика вот как я он за эту гонку по радио сказал столько слов сколько она за всю карьеру на пресс-конференциях не сказал ну пора уже как-то признать самим себе ну не везет он уже третий год не везет или 4 или аж 2007 не в лотосе было круто лотосе было круто а потом вот как-то не очень если феталь цветет и пахнет собирается он за чемпионский титул бороться как мне кажется преждевременно немножко то райканин едет как ехал чуть-чуть медленнее этого чуть-чуть достаточно чтобы не только не приезжать на подиум но еще иногда и мешаться под ногами мне самому неприятно это говорить но как-то вот особенно в китае я не знаю хотите пересмотрите интервью ракина нет у нас но сами найдете интернет у всех сейчас есть он даже внешне выглядит как-то по-другому я не знаю что происходит у него в голове он вот заявил что не собирается покидать формулу-1 и возможно соль в его словах есть ведь он один раз это уже делал и знает что это такое но с другой стороны даже руководство феррари уже намекает мол кими что-то падут стал приуныл как у нас говорят неприятно это осознавать но по факту это так и на этом все давайте не будем вдаваться в рассуждение что было бы если бы кими пропустил феттеля сразу что было бы если бы он заехал в бокс и пораньше это что было бы продолжается уже третий год в рации третий год у феттеля 4 победы фотографии с подиумом можно листать бесконечно а кими такое впечатление что в отличие от былых времен не знает что делать бог что-то несет меня сегодня но это же и хорошо эмоции ради этого мы и смотрим различные виды спорта конечно гран-при китая не является эталоном интересности или эмоциональности формуле-1 но тенденция то на лицо я еще раз повторю будут те гонки которые нас действительно удивят да и в этот раз мы увидели героев которые были ничуть не хуже чем легенды прошлых лет так что давайте всему негативу скажем пока и поговорим о хорошем плюс 5 снова философия обгоны друзья зачем вы методично ведете подсчет количество обгон но они же разные в этом году большинство из них совсем другие есть же такое понятие в футболе золотой гол там да или что-то такое я не знаю что это значит но звучит клево давайте их будем называть золотые обгоны то что сделал фетерс рик ярда то что сделал гражан много пилотов обгоняла количественно обгоны конечно уменьшились но это потому что теперь за счет др с обгонять сложно эту систему вообще можно на хрен отменять теперь чтобы обогнать надо атаковать реально атаковать до слепстрима нет но его нет уже ребят лет 20 точно я не понимаю почему пилоты жалуются что тяжело преследовать соперника когда его можно было преследовать они еще в картинге гонялись это в лучшем случае это хэмильтона лонса райканин фитиль еще в садик вообще ходил все ребят лавочка закрыта теперь надо позже тормозить раньше разгоняться искать альтернативные траектории или уже забыли даже как в картинге гоняли пусть обгонов будет меньше но они будут качественные золотые четвертое место он вам не мага вот же ж как получается магнус он взял да и выдал хорошую гонку да еще и стараниями дживинации гражан от подкачал хотя не будем оправдывать гражана мог бы стартовать на сликах например а вот кевин магнус показал действительно хороший результат он и боролся и очки привез и боролся и очки привез я наверное впервые в жизни видел его действительно таким счастливым он просто сиял а еще мне вот этот здоровенный дядька рядом с ним кого-то напоминает сдается мне не все тут так просто знаете как в американском боевике я не помню в каком ну их много таких представьте джим хас сидит в кожаном кресле сигарой в углу на стеклянном столике ребята из наскара нюхают кокаин перед хасом магнусом на коленях босс это больше не повторится босс дайте мне еще один шанс тот подзывает этого громилу еле слышно так говорит присмотри за этим юношей а если будет косячить убей его на подиуме плюсиков пилот которому этот подиум вообще походу не светит в этом году но дюже хочется поговорить об этом несгибаемом испанском конкистадоре я не бросается вот ведь понимаете какое дело ты можешь ехать в команде которая вообще до финиша доехать не может ты можешь ехать в команде которая не позволяет бороться за третий сегмент а ты за него борешься и при этом тебе не напоминают о пенсии а только прочь от тебя в mercedes а ты еще на зло всем проигрывая напрямых под 30 километров в час берешь и едешь в первой десятке вторую гонку подряд правда как только все тебя догоняют ты делаешь вид что что-то сломалось и исходишь чтоб карму себе не портить меня очень удивляет алонсо как человек я уже сказал что кими выглядит как-то немножко уставшим постаревшим они примерно одного возраста даже фетель к своему тридцатнику выглядит как-то взросло что ли а вот алонсо блин ходит и сияет как будто ему реально 22 года он только начал свою карьеру в макларене что там вандорна видели вот вандорн выглядит глубоким стариком про стофеля мы как-нибудь поговорим когда он доедет до финиша а вот про алонсо говорим уже второй выпуск подряд я не знаю как он это делает мы все глубоко уверены что на плохой машине невозможно ехать быстрее чем она может а вот алонсо едет и пусть едет просто смотришь на него и на душе тепло несмотря на годы несмотря на трудности можно жить и радоваться жизни получая зарплату в херову тучу миллионов не ну серьезно федор конечно сказал что он на пенсию не собирается что ему там делать тележку по супермаркету возить но в отличие от того же массы от брикела если помните он не выглядит чисто кайфующим пенсионерам доезжающим только потому что его оставляют в команде за некий опыт и помощь в развитии машины он выглядит как молодой засранец которому если дать хорошую машину он надерет задницу другому молодому и дерзкому засранцу но о нем поговорим позже я больше не буду смотреть американские боевики шанхай такой город где многие совершают отчаянные порой необдуманные поступки ну знаете как зайти шанхайский публичный дом без контрацептива ну или вообще просто идти по улице шанхая без вот этого на первый взгляд глупо это как вот стартовать на сликах в дождь но сука раз в год да в какой там год когда последний раз такое было уинкельхок это какой же год был я помню там фетель на третье место вышел выбил кого-то из старшей команды это мой дебютная гонка была за за тора роса и он плакал стоял в боксах ну короче суть в том что венкельхок тоже потом плакал от помочь его единственная гонка была формуле-1 и вот в какой доминной печи надо закалять яйца чтобы решиться стартовать на сликах вот в китае тех условиях которые мы видели мы все ждали что дождь будет только сильнее и по-хорошему первые пару кругов все случилось так как оно должно было случиться карлос проиграл всем старт вылетел ударился об отбойник и тут что-то судьба злодейка подумала не в том как пить и я сижу пойду-ка я к вяту и все сука испортила даня так старался вот реально было за него радостно выиграл квалификацию в кой-то веке причем не просто так а вот пройдя в третий сегмент на тебе по испанской щетине русского леща ну такого уфимского под затылочек старт увидели этот старт вот почему-то о нем мало кто говорит с девятого места на шестое три позиции отыграл никого не задел ни с кем не бодался ехал очень быстро по сути он был первым из всех средняков судьба злодейка других вариантов у меня нет как только она пересела квяту science поехал моментально каким-то образом вышел на 6 место и спокойненько доехал свою гонку получил кучу очков благодаря этому туророса четвертые четвертые в кубке конструкторов не розовый сергей с не менее розовым оконом не пенсионер с ребенком за руку а туророса и пока все идет к тому что вот это та позиция за которую можно бороться в чемпионате я напомню что в сочи рено поставит еще приблуду на двигаться они еще быстрее поедут но вот этот галимый вирус который завелся во всей системе red bull уже вторую гонку то одному то другому конкретно подсирает надо лечить доктор доктор марко возьмись уже за дело наконец однозначный победитель нашего топа чизгай отец юного падавана окончательно перешел на темную сторону силы начал избивать людей в барах ночевать в кпз ему пришлось одеть маску и со стороны наблюдать за успехами сына такое впечатление что первый круг он делал вот так ну реально старт ферстаппина это нечто некоторые сравнили этот старт со знаменитым стартом сенны в донингтоне в девяносто третьем возможно возможно но тогда айртон ехал на не поверите убогом макларене с убогим двигателем ford как это прикольно звучит спустя до хрена лет ну ладно ладно макларен был тогда не так плохо и двигатель ford был ничего еще но сенна обгонял лидеров чемпионата вильямс и бенеттон и а тапочек как бы на довольно мощной машине с неплохим двигателем только не говорите об этом палмеру проходил в откровенных середняков но проходил и он все равно молодец большой молодец я не знаю как насчет второго сены но то что это второй человек дождя тут сто процентов вспомните прошлогоднюю бразилию теперь вот еще и китай ферстаппин просто штампует легенды о самом себе и я не сдаюсь ребят до эдриан нью и почему-то не смог сделать супер шасси но вспоминая прошлый год тоже все так начиналось а к середине чемпионата вспомните претенденты на победы феррари уже где-то позади стабильно так что далеко не все карты в этом сезоне еще раскрыты но голландский юноша наглядно демонстрирует что он окончательно вышел из тени своего отца и пора ему самому уже становиться папиком формулы 1 я вот сейчас поймал себя на мысли что впервые смотрел гонку ферстаппина и не испытывал неприязнь и на последних кругах даже так немного болел за него и знаете я говорил на тестах и перед сезоном что как-то про тапкина немножко забыли как бы перестали на него обращать внимание прочить ему великое будущее просто отпустили а тут он хоп я себе напомнил слушаем и 30 минут уже репетируем эту фразу мне не получится вам давай все последний раз ферстаппин красавчик в этом выпуске я сознательно не стал говорить ни о феттеле не о хэмильтоне ну что они такого сделали феттель не смог добиться второй победы да во многом как мне кажется по причине тактики своей команды но а хэмильтон был как всегда быстрее всех как там говорят в своей лиге выиграл очередную гонку приблизился к очередным рекордом формула-1 вот только их история только начинается и мне очень хочется чтобы феррари не сдувались как в прошлом году а мерседесы оставались на том уровне на котором сейчас и тогда будет нам великий сезон и тогда будет нам интрига а там редбулы подтянутся наблюдать за нашим любимым шоу становится все интересней кипят страсти в средней группе заубер не такой уж и заубер как он нам казался макларен и не финиширует но каким-то образом постоянно претендует на очки до сих пор непонятно кто в туророса быстрая кто красивый кими материться в эфире и окон вот кстати о нем немножко забыл мы все-таки верлянь джувинации оу какие дебютанты а посмотрите на окона он-то по сути проехал пол сезона и вспомните хотя бы один его значимый косяк и в этом году он два раза подряд приехал в очки немного то и проигрывает пересу стабильный парень а вы тут алонсо в мерседес алонсо в мерседес ну давайте завершим тему с китаем он оправдал все наши ожидания пусть и не смог но в этот раз смог туман и дождик был и лужа на стартовой прямой забрала свою очередную жертву и борьба за подиум до самого финиша и красивые обгоны все как полагается нормальная была гонка хорошая так что с нетерпением ждем следующей гонки в бахрейне она уже совсем скоро ну а потом гран-при россии я могу еще немножко поговорить помните декабрь я откровенно вам сказал что мне нужна помощь и вы мне помогли и мы реализовали почти все задуманное но почти несколько месяцев многие из вас не писали витос что делать сочи как быть сочи давай там что-нибудь организуем я говорил нет когда надо будет я вам скажу как говорится на подписчиков надейся но и сам не плашай и я стараюсь поверьте иду той дорогой которой еще никто в нашей стране не ходил и помощь которая нужна от вас сейчас это просто скрестить пальцы на недельку уже воскресенье возможно я смогу вам рассказать что-то очень и очень интересное не только для себя но и для вас за эти полтора года я понял одну вещь для того чтобы твоя мечта сбылайство и цели осуществились нужно поднять задницу с дивана а еще очень важно чтобы тебе какой-то момент просто повезло воскресенье я заставлю вас поднять задницы с дивана а кому повезет увидим сочи теперь гонку в бахрейне и многие из вас будут ждать с двойным нетерпением благо ждать недолго давайте пока так что давайте всему плохому скажем твою мать я не попал в руку коту оружие белое-белое норм-норм пятюню коту не смог дать откуда эта нитка это карьера ботаса видишь она вниз полетела стремительно ой а там уже дживи наци карьера лежит ну где где вон возле райканина мы сейчас сломаем кота и не сможем снимать дальше хочу следующая гонка уже на этой неделе на этой неделе много чего интересного будет